Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. На календаре 4 октября, понедельник и в эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Николай Слепцов и Мария Новгородова, у микрофона редактор Эдуард Рудых. Сегодня у нас в гостях Якутское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Председатель общества Руслан Васильевич Васильев и ответственный секретарь общества Александр Васильевич Дьяконов. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 320066321166. Номер WhatsApp 8 964 428 8818. Вначале расскажите, как начиналась ваша работа? Мы, нашу общественную организацию, воссоздали в 2015 году. В принципе, эта организация имеет свою историю. Она была и в Прессоветском Союзе. К сожалению, когда началась перестройка, и все такие общественные организации, они закрывались. В том числе и в нашей республике тоже. Ну и вот в 2015 году собрались энтузиасты. В числе был Александр Дьяконов, он был инициатор этого учредительного собрания. Да, пригласили меня туда. И в итоге меня избрали председателем. А вот в прошлом году уже прошло 5 лет. Меня переизбрали на второй срок уже председателем. Ну вот с тех пор мы и работаем. И ваша основная задача? Наша задача, конечно, это же сохранение и популяризация объектов культурного следия. И не только те объекты, которые в реестре находятся. У нас много очень объектов, которые имеют признаки объектов культурного следия. Это очень много объектов в лусах расположено. Деревянные объекты. Мы знаем, что дерево, оно всегда подвергается атмосферным осадкам, нашему климату. Быстро начинает терять свои свойства. И много объектов, конечно, пропадает. И вот наша задача как-то объединить все наше общество вокруг сохранения нашей материальной культуры. Вот этим мы и занимаемся уже много лет. Скажем, мы с прошлого года организовали такое движение «Сору на Маломфест». И в прошлом году мы работали в Черкёвском музее. Это музей под открытым небом. И силами как раз волонтеров наследия мы отремонтировали юрту Балаган-Трощанского. Это полицейский Трощанский. Мы буквально там жили порядка 10 дней. И там работали. Это было очень интересно. После этого проводили школу волонтеров наследия. Там проходило. И вот в этом году тоже много таких проектов, которыми занимаются именно волонтеры наследия. По республике сколько всего таких объектов? Ну, примерно. Ну, примерно там, допустим, если по официальным данным, это больше тысячи объектов культуры и истории. Среди них половина – это памятники археологии. В основном, конечно, мы не только говорим о том, что это старые деревянные здания, но понятие памятники входит и в сами памятники, то есть эти скульптурные группы. Поэтому у нас в республике, так как у нас была достаточно тяжёлая гражданская война, она закончилась в 1923 году, и практически в каждом селе есть памятники гражданской войны. Ну, и обязательно сейчас на данный момент у нас практически в каждом селе, населённом пункте есть и памятники и Великой Отечественной войны. Это тоже как бы тот, та сфера, в которой мы, собственно, и заняты. Потому что если мы говорим о памятниках Отечественной войны, каждый год 9 мая там проводятся всевозможные субботники, да, мероприятия. Поэтому они, как правило, все памятники Отечественной войны находятся в хорошем состоянии. А вот памятники, допустим, гражданской войны, они местами в очень ужасном состоянии находятся. Да, я тут хотел бы подтвердить, действительно, тема гражданской войны, она очень такая актуальная, да, как бы вот мы любим об этом читать, говорить, а вот, к сожалению, они все бесхозные, бесхозяйные, да, вот такие, они погибают. И вот благодаря вот в этом году компании РИК, они как раз выступили с инициативой отремонтировать памяти гражданской войны, это в Красном ручье, Хангаласском улсе, на той стороне, и там, где место, где были расстреляны 4 ревкомовца. Да, вот такое место, стоит памятник, он заброшенный абсолютно там, сделан был из арбалита, из кирпича, все рассыпалось, он разрушался. И мы вот все лето уже ездили туда, восстанавливали, проводили все работы, и буквально вот послезавтра поедем уже сдавать этот объект. Вот он уже стоит, объект, ну, не буду слишком хвалить, но красивый, да, сделали. Или, скажем, тема гражданской войны, опять же, этого СЛСы возьмем, да. Мы же вот, все-таки я человек уже Советского Союза, и школьниками, мы всегда ездили туда весной, со всей республики возили школьников, и там как раз тема как раз патриотического воспитания молодежи там, да, возили туда, показывали, что действительно было интересно, остается в памяти это все. Ну и когда произошла перестройка, об этом тоже все забыли, все там разрушилось. На сегодня там только один сохранился усадьбе Карманова, один только объект культуры наследия, который в реестре. Остальные все разрушены, сгорели и прочее, прочее там, да. Даже память Экстроду он полностью разрушен. Поэтому вот здесь мы тоже приложили свою руку такую, да, потому что там был проект, местная администрация делала, чтобы они хотели там сделать музей под открытым небом, местность СЛСы, но, скажем, построить какие-то объекты, которые как бы не вписываются вот в эту, значит, в понятие СЛСы, потому что для нас СЛСы – это ледовая оборона. Это там, где, в общем-то, последний очаг, где завершилась гражданская война, скажем, да, вот это. Поэтому, в общем, для нашего поколения это огромное значение имеет. Поэтому, когда мы это дело узнали, вот мы ездили, несколько экспедиций делали, ездили туда, переубеждали, и все согласились. И сегодня уже разработана концепция, проект именно воссоздать историческую среду того времени. Вот представьте, сколько домов, дома, там мельница Топчанка была, стояла там, да, ну и вот эти все постройки, если будут воссозданы, а можно ведь сделать, не просто новоделы поставить, а именно с территорием Гинского Улуса, да, в Аласах много заброшенных объектов, которые, в принципе, погибают. А вот если их всех сгруппировать в одно место, да, дома того периода, амбары, там, прочее, там, да, это было бы здорово, когда человек приходит туда, конечно, погружается в историю, да, это уже совсем другие ощущения. То есть, задача-то на самом деле, воссоздать ту историческую обстановку, тех событий именно 23-го года, именно того знаменитого ледового, ледовой обороны. То есть, вот тут оборонялись красным, вот показать, видите, вот тут были окопы, вот тут они складывали из балбахов свои укрепления. Барригады делали, да, тут наступали пепеляицы. Белые с той стороны уступали, вот с той сапушки. Да, и там даже будут, вот по проекту, там даже будут воспроизведены фрагменты этих, значит, баррикад. А не баррикады, представляете, и льда, животных, там, да, лошадей, быков, там, даже и людей туда ложили, да, чтобы спасти, сохранить жизнь. Поэтому это такое было событие очень такое тяжелое, да, острое такое событие. И вот не зря, когда писал я эту концепцию, да, вот именно после Илсы, я брал за основу книгу Юзефовича «Зимняя дорога». Потому что он там как раз собрал книги, то, что Строт написал, Вишневского воспоминания, потом свои какие-то исследования. И вот мы по крупинкам собирали, как это все было, происходило в то время, да. И, кстати, Юзефович вот приезжал буквально недавно, он съездил с Илсы, и, я думаю, вот очень даже доволен. Все, внук Пепеляев или кто там, или сын Пепеляев? Да. Это приезжал, да, это у нас при Петра Кирилловича Конкине, он тоже активно занимался, вот и Олег Сидоров, собственно, который пригласил Юзефович, да, Ахарас Халл был такой, да, писатель тоже, тоже, к сожалению, ушел из жизни. И вот они приглашали внука Пепеляева, он тоже был. Не только внук Пепеляева, но и внучка Истрода. Внучка Истрода был, да. Понимаете, и вот впервые в истории два рода этих встретились, которые, знаешь, они были в противоборствующей стороны, и помирились. Это было у нас 2019 год, буквально вот недавно, до пандемии вот это было. То есть они приходили, собирались в наши башни, и мы там демонстрировали. То есть нам опять же... Макет мы сделали. Да, у нас был, у нас макет, сейчас этот макет стоит в Кирилловичском музее, макет именно вот... Тех событий. Тех событий. То есть его можно прийти в музей Кирилловичский, посмотреть там его. И вот там они пришли, вот с двух сторон, то есть Пепеляевцы и Строды, и, собственно, они как люди, конечно, у них никакой злой памяти-то друг от други нету, собственно, да. Это люди современные, люди понимают. И, собственно, да, встретились в Якутске и помирились. Это тоже историческая память, это тоже историческая культура. Конечно, это вот, а если бы не было ничего, да, ну, куда бы они приехали? А тут как раз вот именно те объекты, которые, да, они притягивают людей. Вот это интересно, конечно же. А по каким критериям определяют? Это памятник исторический? Или, например, объекты какие-нибудь? Я вот, допустим, вот, ну, в первую очередь, конечно, то есть скульптура, она есть скульптура, он понятный, он уже памятник, да. А вот, допустим, вот по... Все-таки мы живем в республике, да, у нас все строения, конечно, они деревянные. Только в Якутске у нас пару объектов было, да, это Пушкинская библиотека, нынешнее областное казначейство, которое ведется сейчас реставрация, реальное училище, ну, и окружной суд. Все остальное у нас было деревянное. И поэтому вот любой специалист, ну, как бы специалист-любитель, который прекрасно, ну, как бы разбирается в этой теме, то, конечно, любой специалист, опять же, да, любитель, он сразу определяет, какое-то здание, какого века? Ну, конечно, у нас здания деревянные, они все в основном, все конца 19 века, начала 20 веков деревянные. То есть это вальмовые крыши, ставни большие, да, наличники, широкие карнизы, то есть они определяются сразу же. А потом уже ведется работа по поискам в архивах, да, ну, можно и в библиотеках, кто как может. И поэтому вот эти дома, они так или иначе встречаются, потому что домов-то было все равно мало. Вот, допустим, вот, ну, Вилюзьки, да, вот, огромное количество домов деревянных осталось именно того периода. Город Якутск, у нас Маган, Кильянцы, Владимировка, все пока еще у нас есть. И идет дальше процесс работы. То есть мы собираемся, то есть мы набираемся, то есть нам нужно доказать, что этот дом действительно был построен в 19 веке, либо в начале 20 века. Желательно, конечно, чтобы это было бы интереснее всегда, потому что всегда жили люди, да, в этих домах. Чем статус человека повыше, тем быстрее можно привести его, поставить его в реестр памятников. Допустим, вот у нас вот заложная часть, да, вот охранная зона номер два, да, у нас практически каждый дом, там жили замечательные люди, потому что город Якутск это был, да, до революции, это был город чиновников и купцов. И у нас жили там знаменитые купцы, знаменитые люди. При Советском Союзе уже, да, потому что как был хороший спальный, да, район, там жили представители нашей уже партийной элиты. То есть такие люди, как Сидоровы, там, Борисовы, это вот уровень первых секретарей власти. Поэтому в каждом доме, то есть там можно ставить мемориальные доски. Но уже в дальнейшем, как этот процесс идет, Руслан Васильевич, добавьте, пожалуйста. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу и далее продолжим наш разговор. Телефон в студии 32 00 66 и 32 11 66. Ватсап 8 964 428 88 18. Оставайтесь с нами. Вы смотрите и слушайте программу Якутск. Сегодня у нас в гостях Якутское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Председатель Руслан Васильевич Васильев и ответственный секретарь общества Александр Васильевич Дьяконов. Телефоны прямого эфира 32 00 66 32 11 66. Номер Ватсап 8 964 428 88 18. Мы говорим об объектах культурного наследия. Вопрос такой был. Как сделать объектом, внести его в реестр? То, что Александр сказал, действительно, это сперва работу проводят краеведы, любители истории. Они находят какой-то объект, пишут заявку в департамент. Есть определенная форма. Подают в департамент. И там уже рассматривают общественный совет. И вот на общественном совете, когда мы обсуждаем, мы приходим к какому-то заключению. Этот объект становится, если мы положительным все проголосовали, он становится выявленным объектом культурного наследия. Он еще в реестр не попадает. Он только выявленный объект культурного наследия. Следующий этап – это уже работа эксперта. Экспертов у нас в республике очень мало. Их, может, там два-три человека, которые имеют лицензию Министерства культуры Российской Федерации. Это абсолютно независимые люди. Это не чиновники какие-то там, да, никто. Это люди, которым правительство, вернее, Министерство культуры Российской Федерации после экзаменов определенных, да, им дают такое право быть экспертами. И вот они определяют, они берут эту заявку, изучают, затем они обращаются в архивы, начинают там, да, в архивах заниматься, подтверждая те данные, которые вот нашли краеведы, предоставили. И они, потому что они берут на себя ответственность, да, за судьбу этого объекта. Если они неправильно что-то написали, то через некоторое время, да, когда это выясняется, уже им просто-напросто не допустят к этой работе, понимаете. Поэтому это очень важны такие репутационные моменты и прочее. Поэтому это очень такой серьезный, строгий отбор идет, да. И вот, если он принимает правительство государственно, историко-культурная экспертиза называется. Если он положительное решение принимает, то этот объект становится объектом культурного следия. И после этого департамент республики Саха-Якутия по охране объектов культурного следия издает приказ и вносится уже единый федеральный реестр объектов культурного следия. В свое время было в каждом регионе свои реестры были. Сейчас этого нет, сейчас единый реестр по всей России, один. Поэтому это очень важно. И тогда он подпадает под защиту закона. А закон, в принципе, очень, скажем, такой, федеральный закон, с ним очень суровый. Очень такой требовательный, да. Потому что нарушение влечет очень, как бы, тяжелые таких последствия. Скажем, если, вот у нас яркий пример есть, возле Никольской церкви, скажем, там есть, начали строить высотный дом, да. А он подпадает под защитную зону, потому что церковь, Никольская церковь, она имеет защитную зону, это объект культурного наследия. И они, не согласав этого, начали строить. Сегодня это строительство остановлено. Представляете, сколько средств уже вложено туда. Этот объект остановлен и должен быть снесен. Вот такой суровый закон. Или, скажем, тот же, скажем, бульвар учителя, да, вот. Красивый бульвар учителя, сейчас о нем много споров. Но факт, прежде чем, а это были федеральные, республиканские деньги, чтобы, начаясь строить, они должны были провести археологические спасательные работы, скажем. Они этого не сделали. Как раз вот к ним с официальным письмом мы обратились. Это институт археологии, да. И стройка была остановлена на год. И только после того, как были проведены эти работы спасательные, да, дальше продолжить строительство. Или, скажем, вот рядом тут арбитражный суд. Тоже они вынуждены были провести археологические работы спасателей. Хотя это было не предусмотрено. Вот этот объект остановлен. И вот после этих работ только сейчас можно там трудиться. Строить это здание. Понимаете? Поэтому здесь очень важно, чтобы проектанты, строители понимали, что такое культурный слой, да. А ведь культурный слой, это по федеральному закону. А если на этой территории, скажем, сто лет назад и больше проживали люди, вели какую-то хозяйственную деятельность, то это уже, там есть культурный слой. Значит, и там уже строить просто так нельзя. Интересно. А как ведется работа, на какой стадии, вот по второй охранной зоне города Якутска, этот залог? Да, да, да. Это вот охранная зона номер два, Якутск, деревянный залог. Вот, кстати, как раз и разработка концепции этой занималась, и ВАОПИК нашей занимался. Именно на основе этой концепции, да, был проведен федеральный конкурс среди архитекторов. И на сегодня уже выявлен победитель, да, Тютчева такая, ее архитектурная лаборатория выиграла. И вот сейчас эта концепция архитектурная внедряется в жизнь. Вот буквально сегодня в мэрии прошло заседание конкурсной комиссии, где подали заявки на два объекта. Это дом Валериана Васильева для переноса в охранную зону номер два и дом летняя дача Монетахола. Это на Сергелярском шоссе. Значит, эти дома, в общем-то, под полной, можно сказать, физической утерей. Да, вот это просто-напросто спасаем эти объекты, перенеся их в охранную зону. Они будут перенесены сохранением максимального материала, аутентичного материала деревянного. Понимаете, в этом-то и задача. И, скажем, после их восстановления на территории залога должны быть проведены работы по включению их в реестр. Поэтому, чтобы включить, как мы говорили выше, включить в реестр, это очень такая скрупулезная работа. Поэтому для инвесторов, которые будут этим заниматься, это очень такая серьезная задача. Именно сохранить исторический облик того объекта и, самое главное, сохранить максимально аутентичный материал. Ну, иногда говорят, вспоминают наш старый город и говорят, да, они там все снесут и там по новой, новые дома поставят. Да, вот, к сожалению, такие вот разговоры идут. Да, вот, конечно, яркий пример старый город. К сожалению, вот, когда была возможность такая, да, ведь мощная возможность была, и финансирование было, именно сохранить эти объекты. Не новоделы ставить, а именно отреставрировать, перенести какие-то... А там на той территории еще много было, ведь, старых деревянных домов. Да. И вот, скажем, вот сегодня мы спасаем дом Валериана Васильева, чтобы перенести в зал, чтобы спасти. А в то время, при наличии этого дома, взяли, построили копию. Вот, скажем, магазин династии. Это копия того дома. Понимаете, вот, ну, просто маленько другие подходы были. Да, конечно, быстрее из нового материала построить. Быстро, раз, построили, и все. Но мы потеряли именно эффект такой старины, да, вот, именно того периода. А вот дом умирает. Сегодня мы спасаем этот дом. Я добавлю, да, дело, конечно, было, вот, по старому городу, да, то есть, улица Кирова, да, Амосова. Конечно, когда это в 90-е годы это все продумывалось, а продумывалось это еще в 80-е даже годы. Ставился вопрос о сохранении именно вот этого торгового, да, центра города Якутска. Собственно, там были-то самые шикарные дома. Это же дома купцов были. Ну, в общем-то, когда был создан этот дом, в старый город начали работать, начали проводиться обмеры этих, да, домов, ну, получилось так, что, оказывается, реставрировать это очень дорого. Проще сделать по этим же обмерным чертежам копии этих домов. То есть, они даже в основном, в большей степени, не деревянные, а каменные, обшитые материалом под дерево. И на данный момент у нас, к сожалению, да, там только три подлинных объекта исторических. Это сама Преображенская церковь, русско-азиатский банк, он же Алмаз-Ретгенбанк, потому что Алмаз-Ретгенбанк, тогда у него была возможность профинансировать, реставрацию, и дом, мемориальный дом-музей Максима Кирыча Амосова на улице Амосова. Его тоже перенесли на новое место, ну, при том-то, что в этом доме жил один из основоположников нашей Якутской АСР, конечно, вот этот дом был сохранен. Все остальное, к сожалению, это новое дело. А на территории, допустим, заложной части, да, Якутс-деревянный залог, вторая охранная зона, там у нас на данный момент еще есть 36 объектов. Это не только дома, но и те же старинные, да, дореволюционные амбары. Ну, какие дворовые построения там, да? Да, то есть есть такое у нас. Ну, там, конечно, у нас тоже будет дом, будет перенесен, да, Руслан Васильевич, дом Павла Андреевича Юшманова, городского головы города Якутска, с улицы Феликс Акона. Но практика вообще переносов домов, да. У нас вот раньше была улица Пушкина, вот Эдуард, вы, наверное, помните, что-то, да, мы там проводили какие-то такие мероприятия, там читали стихи, да, к столетию, да, к 200-летию Пушкина. И вот это, собственно, улица Пушкина, она была же вся, эти дома были старинные, они были именно взяты с центра города, вот с проспекта Ленина, когда раньше дома не сносили просто, их разбирали, маркировали и переносили на новые микрорайоны. Вот улица Пушкина... Кстати, очень качественно переносили. Да, да, улица Пушкина, она была абсолютно вот из домов, да, вот конца 19 века, вот прямо сплошь была, можно сказать, из старинных вот домов города Якутска. Продолжить, да, по залогу. Тема залога, она очень интересная, актуальная сейчас. И, скажем, вот то, что сейчас начинает реализовываться этот проект на архитектурной концепции, и вот здесь надо сказать, что поддержка, очень мощная поддержка была от главы нашей республики, Осень Сергеевича Николаева. Именно он в своем обращении предновогоднем, да, если не ошибаюсь, к Килтумену там, да, он прямо сказал, что надо сохранить старый город-2. В том числе реальное училище, про гимназию, там четко было сказано, и прямо сказал, что будет поддержано и на правительственном уровне, на республиканском уровне, потому что до этого занимался только город. Сегодня уже почти все министерства подключены к этой работе, разработана дорожная карта, и там каждое министерство, город, есть ответственные, и по пунктам все прописано. Какой срок, что должно сделано, как должно сделать, и кто ответственный, понимаете, да? Поэтому это уже как бы вопрос сдвигается, вот пошла реализация. Буквально вот неделю назад у главного архитектора собирались сетевики, так называемые, да, это вот кто подводит канализацию, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, да, вот они как раз и стыковывали все эти вопросы, как это все провести. В принципе, как они говорят, там ничего, как бы, все готово, каждому дому они могут подвести, и условия, которые, опять же, в Айпик это все, как бы, инициируют, чтобы не было этих сетей, как у нас принято, по воздуху, да, чтобы было чистое небо. Ну, как, скажем, мы должны создать ситуацию, да, вот, именно начало 20 века. Там же не было таких проводов, как сейчас, газовых труб и прочее, прочее, да, поэтому все это должно быть утоплено в канавы, в землю, чтобы это, как бы, не мешало, да. Ну, вот, как-то так вот, да, поэтому очень важно, да, буквально неделю назад, да, провели субботники на двух объектах, это Чернышевского 26, это дом, где в свое время проживал Сорун и Малон, да, и наше движение называется Сорун и Малонфест, мы провели там субботники, очистили территорию, а это, кстати, объект Чернышевска 26 передан в Айпику. Это вот сейчас мы этим занимаемся всем вопросом. А второй дом Чернышевска 28, это частный инвестор, который взял, к сожалению, он сгорел. Да? Но он и был сгоревший. Он был сгоревший. Сейчас мы переверемся на короткую рекламу и далее продолжим разговор. Оставайтесь с нами. На календаре 4 октября-понедельник в программе Якутск сегодня Якутское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председатель Руслан Васильевич Васильев и ответственный секретарь Александр Васильевич Дьяконов. Телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Мы перед рекламой начали говорить про Чернышевска, про залок, район. И вот вы проводили субботник и дом. Один из домов сгорел. Сгорел. Разъясните, пожалуйста. Да, вот как раз это имело большой резонанс. В средствах массовой информации там везде стали писать. Там возможно, что дом собственник специально поджег его, чтобы там построить какой-то там новый дом, каменный дом, высотку, что-то еще. Я бы тут хотел сказать, что на этой территории невозможно построить какой-то каменный дом. Даже двухэтажный нельзя построить, потому что там прописаны, есть постановление правительства Республики Саха-Якутия, буквально 26 августа оно вышло, где как раз регламентированы все градостроительные нормы. Из какого материала можно строить дом, какой высоты максимальной там может быть дом и прочее. Охранная зона. Да, все там прописано, поэтому там никакой другой объект не может быть построен. А собственник, это действительно, вот он такой патриот, можно сказать, города Якутска, он в свое время, это уже сгоревший дом, он выкупил. Там было два собственника, он их выкупил. Во второй половине жила бабушка. Этой бабушке он отдал свою дачу, представляете, дачный участок, ксу отдал, чтобы она жила там. Вот ради того, чтобы его мечта была именно этот дом сохранить и восстановить этот дом. И вот когда мы делали субботник, он как раз вычистил всю территорию. К сожалению, когда в доме никто не живет, она захламляется. Со всех соседних дорог, со всех домов, со всей улицы люди проезжают и бросают весь свой мусор, конечно, в этот двор. Поэтому там было невозможно просто пройти. Да, нормально. Все было в помоях. И поэтому он очистил. Два дня работал человек, несколько мазов, вывез мусора в помещении, в самом доме тоже. Там тоже чего только не было. Все это очистил, убрал. И не успел ограждение сделать забором. Забор был открыт, и поэтому стал проходной двор. Ну и, наверное, там кто-то залезли, пацаны, может быть, кто, я не могу сказать, но факт, это и подожгли. Поэтому я хочу... А раньше что там было? Вот этот дом был, вот этот микрорайончик этот, строили в свое время Харитоновы. Да, это дом Харитоновых. Не один дом, а несколько домов. Это были... Это Харитоновы приехали еще в 17 веке, если не ошибаюсь, в город Якутск. О них уже известно было, вот их прародители, скажем так. И вот они осели в городе Якутске, жили здесь, и вот они целый микрорайон выстроили. Соответственно, потом при советской власти эти были дома у них экспортированы и переданы, как вот Александр говорит, госкомхоз. Да, и советственно это выдавалось разным людям, горожанам, чтобы там могли жить они. Даже до сих пор там живут, там есть очень красивый амбар, да, в этом амбаре живут люди. А это был амбар, где хранили свое добро до революции. Вот представьте, как остров стоит вопрос у нас жилищный. Даже сегодня живут люди в этих амбарах. Представляете, вот буквально один амбар был, это амбар Чепалова на Ярославске 36-2. Вот буквально в прошлом году его расселили и разобрали, и перенесли вот в охранную зону номер 2. Поэтому вот такие истории у каждого объекта есть интересные. А надвратная башня якутская, которая, к сожалению, сгорела, ее отстроили панно, и, по-моему, она меньшим размером, да? Нет, нет, нет. Дело в том, что вот многие... Или мы маленькими были. Нет, нет, ему может быть, да. Но дело в том, что когда эта башня сгорела... Потому что говорят же, это не то, это... Это не то, да. Потому что если смотреть вот с улицы, да, вот там сейчас три башни стоит. Одна из них башня, это вот именно надвратная, да, восточная башня, которая с улицы Кирова. А ее-то восстановили как раз по мирным чертежам знаменитейшего реставратора, историка, академика Александра Викторовича Аполловникова. Это тот человек, который в свое время, собственно, создал огромную школу, да, по деревянному зодчеству и восстановил Кижи знаменитый. И это он у нас именно в 80-м году, в 81-м году, когда эта башня стояла на территории Кировеческого музея, он там провел именно реставрационные работы. И поэтому все, да, планы, да, обмерные планы, обмерные чертежи, вся документация по реставрации, она была передана, собственно, в музей. И когда эта башня сгорела на этой территории, именно по этим обмерам, по этой документации была эта башня воссоздана. Поэтому по размерам она полностью соответствует и высоту, и всю вину. Там, конечно, на этой башне больше венцов, потому что там же помогала Якутэнерго, то есть эти стволы, это, собственно, стволы линии электропередач. И они были собраны из разных участков, да, города Якутска, где возможно было их собрать, поэтому их стало больше. Ну, размеры, они полностью, и внутреннее убранство, оно полностью соответствует тем планам, которые составил Александр Юрьевич Аполлодиков. И сейчас в башне? И сейчас в башне у нас есть, работает выставка, она так и называется, «История надвратной башни города Якутска». Каждое, ну, уже на протяжении уже шестой год, да, подряд у нас получается, что в этой башне мы открываем эти двери, то есть ворота открываем, да, это, потому что она надвратна, то есть над вратами, это, собственно, был вход в город, да. Ну, и каждый день, теперь день города, любой житель города Якутска может идти, посмотреть, подняться на стражливую вышку, попотографироваться, посмотреть. А так у нас, конечно, работают там постоянно, работают, проводятся экскурсии, но экскурсии у нас только по заявкам. Вот так, конечно, будет сложно туда пойти. Но если есть организованная группа, то есть у нас, как начинается учебный сезон, очень много школьников, очень много студентов, практически теперь все экскурсии, то, что экскурсии, все путешествия по нашей республике начинаются именно с этой башни. А туристические компании, они в курсе, то есть они с нами созваниваются, мы их открываем, либо мы сами проводим эти экскурсии, либо... Да, это вот башня, это добавил бы, да, она вот содержится за счет нашей общественной организации. Здесь бюджетных средств нету, там никакой штатной единицы, это мы сами содержим ее, ну, главный хранитель, вот Александр, он там каждый день можно его увидеть возле башни, то с метлой, то там с лопатой чистит, все это дело, да, вот главный хранитель. А как она перешла к нам, да, вот тоже интересно. Когда в 2002 году она была воссоздана, да, она как бы... Это собственность республики, республиканского уровня, да, на балансе, но она стояла безхозной абсолютно, да, и буквально вот мы, как только мы организовались в наше общество, мы сразу стали заниматься этим вопросом. Вот тогда нам очень здорово помог Андрей Анатольевич Высоких, он председатель городского отделения ВАИПИК, он как раз здесь проявил такую настойчивость, он пригласил пожарных, которые просто помыли, все это башня, мушта внутри было, ну, огромный слой пыли. Вот пожарные помыли, потом мы вышли там на планету электро, которые провели, помогли нам провести электричество там, да, на сегодня Алмаз Эргенбанк, он полностью взял на себя оплату за электроэнергию. В общем-то, вот, можно сказать, она содержится за счет вот таких вот инициативных организаций, предприятий, ну, и общественности. Потому что каждый, как после долгой зимы, мы проводим там субботники, все приходят по первому зову Александра туда, начинает чистка, там мойка и прочее, прочее там, да, поэтому мы их готовим к летнему сезону. К нам поступил звонок. Алло. Алло, слушаем вас. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем, слушаем, говорите, говорите. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Город Якушка я звоню, я. Ага, слушаем вас. Так, у меня такой вопрос. В Мерикангаласском районе есть Аллах-Орлах, это легендарный герой Васильев Мончары. Там замечается какой-то стройка есть, что-то. Или вам охранять этот культурный объект. Прошу. Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот мы как раз летом буквально с департаментом республики Саха-Якутия по охране объектов культурных слей ездили как раз по этим местам, проверяли все это дело, да. Ну, есть недалеко от местности Орлах, это там же место, где проводят эсэх. Да, вот Мегино-Кангласский эсэх проходит в местности Орлах. А вот рядом с ним да, как раз есть Аллах, где родился Василий Мончары. Там есть сосна Василия Мончары. Там, в принципе, он в нормальном состоянии стоит, да. И вот даже буквально недалеко от этих мест есть землянки, где он скрывался, Василий Мончары. Поэтому вот мы это все просмотрели. И какие-то объекты, конечно, надо проводить работу по их сохранению. По включению в реестр, там, да, вот, они, скажем, землянка, где он скрывался, она уже в таком, ну, состоянии. Вода заливает, прочее. Там, конечно, надо провести некоторые работы. Ну, и по всем объектам, конечно же. Вот беда наша в чем? Беда в том, что многие объекты, особенно в Улусах, да, и в городе Якутске тоже, очень много объектов, они бесхозяйные. И вот сегодня департамент по охране объектов культурной проводит огромную работу для того, чтобы эти объекты включить на балансе учреждений, да, муниципалитетов. Тогда у муниципалитетов появляется возможность финансировать эти объекты для сохранения. А когда бесхозяйные, даже если муниципалитет что-то сделает, это будет уже нецелевое финансирование, да, и возможны какие-то последствия, скажем, да. Вот. Поэтому вот это сейчас работа такая проводится, это скрупулезная, долгая работа. И, у нас осталось меньше минуты. Ваши пожелания нашим радио с учетами. Ну, я бы, наверное, всех хотел бы поздравить с наступающим вот 2022 годом, то есть это будет столетие Якутской ССР, это огромное событие для республики. Ну, и также, наверное, нужно не забывать, что нашему городу Якутску будет тоже 390 лет. Это, конечно, не юбилей, но дата круглая. Поэтому я надеюсь, что все наши начинания, да, будут поддержаны также горожанами и также активно. Ну, а я бы хотел пожелать нашей общественности, чтобы более активно, включаясь в этот процесс, скажем, есть яркий пример, в Чоропче, вот там, Дичковские, они построили за счет собственных средств, Чигирь, это водоподъемное устройство, представляете? Ярких примеров много. Спасибо. На этом мы завершаем наш эфир. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok